В России могут ввести акцизы на так называемые вредные продукты. Эту тему сейчас обсуждают и в правительстве, и в Госдуме. Повышение налогов на газировку, чипсы и многое другое, что врачи называют нездоровой пищей, по мнению некоторых экспертов, поможет людям избавиться от вредных привычек. Репортаж Натальи Юрьевой. Налог за вредность ввести нельзя, игнорировать. Запятые в этом приговоре опасны для здоровья продуктам. Пока еще только расставляют в правительстве. По словам министра экономического развития Алексея Улюкаева, в первую очередь рассматривается возможность введения акцизов на продукцию с содержанием пальмового масла под прицелом и продовольствием с повышенным содержанием соли, сахара и трансгенных жиров. Во всем мире одним из самых эффективных механизмов борьбы с вредными бытовыми привычками и заформирования здорового образа жизни является повышение акцизов. Это касается и табачных изделий, это касается алкогольной продукции и тех продуктов питания, которые в себе содержат риски. То есть, скажем, имеют высокие концентрации соли, сахара, трансгенных жиров и так далее. Значит, безусловно, это и для экономики чрезвычайно полезно. В списках конкретных продуктов, на которые могут ввести акцизы, пока нет. В Министерстве здравоохранения уточняют, повышенное содержание соли, сахара и жиров будут рассчитывать, исходя из суточной нормы, на человека. Если, например, в одной пачке чипсов соли больше, чем рекомендуется к употреблению за целый день. Злостные нарушители суточных норм, всевозможные крекеры, газировки и некоторые так называемые сокосодержащие напитки. Например, в этом 54 грамма сахара. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять в день не больше 25-50. Представляете, ребенок у вас на глазах съел 3 столовые ложки сахара. Гигантское поступление сахара – это прямой путь в сахарный диабет. Страшное заболевание, которое с года в год растет. Сейчас его очень много у детей. Чрезмерное употребление вредных продуктов, по словам медиков, грозит также гипертонической болезнью, атеросклерозом, инсультом, инфарктом миокарда. Так называемый налог на ожирение уже работает в других странах. В Дании, Норвегии, Мексике сладкие газированные напитки облагаются акцизами. Их потребление спало, а, например, в датскую казну поступило дополнительно 300 миллионов евро. О катастрофически вредном школьном питании Великобритании вот уже более 10 лет говорит знаменитый шеф-повар и шоумен Джейми Оливер. Вместе со съемочной группой он ходит по школам, обменивает у детей газировку на ваучеры, на здоровые обеды, призывает государство выделять больше средств на еду для учащихся и ругает родителей, не стесняясь выражения. Сейчас настало время сказать, если вы даете маленьким детям целые бутылки газировки, вы козел. Если вы даете мешки с конфетами в маленьком возрасте, вы идиот. Зачем вы это делаете? Чем выше будет цена на вредные продукты, тем ниже спрос, надеются российские врачи. И напоминают, некачественная, но дешевая еда в будущем может дорого обойтись. Вы должны понимать, что дешевые некачественные продукты – это ваша экономия, которую вы затем вложите в лекарства, врачей, в свое здоровье. Экономия эта мнимая, ее не будет. Главным аргументом за акцизы на вредные продукты называют результаты антитабачного закона. После комплекса мер, в том числе повышение цен на сигареты, количество курильщиков в нашей стране сократилось более чем на четверть.